Как вырастить урожай в естественных условиях без полива? Ответ на этот вопрос получен в ходе эксперимента, проведенного на агрополигоне Балаковского филиала АО «Апатит». Здесь вырастили кукурузу, подсолнечник, зерновые, просо и нут, применяя различные виды минеральных удобрений, выпускаемых компанией Фосагра. Данный полигон площадью 7 гектаров – уникальный центр испытания агротехнологий, развернутый прямо при производстве. В его организации приняли участие крупные научные, исследовательские и промышленные структуры аграрного сектора. Готовиться мы начали еще с прошлого года вместе с Саратовским аграрным университетом. Разрабатывали технологии, смотрели, какие культуры будем сажать. Работа была проделана колоссальная. Наша задача была показать эффективность работы удобрений в тех же условиях, в соседних, как они работают, как они помогают растениям расти, развиваться, получать максимальную урожайность, отдачу. Саратовская область считается регионом рискованного земледелия, где урожай очень часто растет в условиях засухи. Поливать огромные поля фермеры могут не всегда. Около 80% площадей пашни в регионе до сих пор находятся в зоне неустойчивого увлажнения. И здесь на выручку приходят удобрения. Их правильное использование – залог успеха. Здесь вот мы наглядно видим на поле. Каждый может посмотреть на подсолнечник, на нут, на проса, пшеница яровая, которая здесь представлена. И здесь явно видно преимущество тех участков, на которых вносились удобрения. Вот большую часть культур мы применяем как основное удобрение, так и даем стартовые дозы и подкормки в течение вегетации. Поэтому у нас семена отличаются очень хорошей схожестью, массой тысячи семян, энергией прорастания. То есть качество резко возрастает. Без применения удобрений нельзя добиться получения качественных семенового материала. Когда семя падает в землю, оно должно получать весь полностью спектр азот в фосфор калии, и тем самым передастся будущим поколению, или это будущее поколение даст нормальные семена, которые можно будет переслевать на следующие годы. Результаты эксперимента были представлены в ходе Дня поля. На это мероприятие съехались фермеры со всего региона, представители научных университетов, которые помогали в реализации проекта, а также сотрудники региональных министерств, депутаты Саратовской областной думы. Один из крупнейших мировых производителей фосагра, находясь в регионе, показывает преимущество своей линейки продуктов. Мы его видим здесь, когда это некая презентация одну, а вот в тяжелейших погодных условиях видим такие всходы, и такой результат это стоит многого. В Балаковском районе 165 тысяч гектаров пашни. Обрабатываются 99% из них. И местным фермерам пора переходить на новый уровень деятельности, чтобы получать стабильные и экономически оправданные урожаи высокого качества. Сегодня все наши фермеры в финансовом плане уверенно стоят на ногах. И пришло уже время говорить о том, чтобы эффективно использовать тот имеющийся земельный ресурс. Как его поднять эффективность? Это вот с использованием в том числе современных агротехнологий, которые сегодня нам здесь показали. Перед тем, как проводить эксперименты, специалисты взяли пробы почвы, чтобы понять, какие микроэлементы необходимы именно этому полю. С учетом всех данных была разработана система питания для растений, которая, как убедились участники Дня поля, дала хорошие результаты. И эти испытания стали подтверждением тому, что компания «Фосагра» предлагает сельхозпроизводителю не просто удобрения, а комплексные решения для получения высоких урожаев в засушливых условиях, используя доступные технологии.